Четверть века тому мы все почувствовали на себе, как это когда одним рощерком пера. Вот интересно, словари определяют данный фразеологизм, как сделать что-либо мгновенно, не задумываясь, не вникая в суть. Что-то похожее и произошло 8 декабря 1991 в резиденции Вискули. Шесть подписей и всё. Общий дом, почти 300 миллионов советских граждан, пошёл под неплановый снос. Вообще вот эта тема, 25 лет без Советского Союза, несмотря на то, что, казалось бы, четверть века позади, как раскалённый котёл. Одни ностальгируют, вторые ругают. Для одних те же Вискули – величайшая геополитическая катастрофа, для вторых – освобождение начала новой истории. Это две непримиримые позиции. Потому, чтобы воздержаться от эмоций, предлагаем взглянуть на прошедшие 25 лет через цифры. Для этого мы пригласили сегодня в нашу студию известного белорусского социолога, директора Института социологии и Академии наук Игоря Котлерова. Игорь Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Так вот, что исследования всё-таки говорят? Мы в большинстве своём ругаем Союз, либо ностальгируем? Мы и не ругаем, не ностальгируем, потому что сейчас резко изменилась ситуация. Это не то, что было 25 лет тому назад. 25 лет, вот как раз мы проводили тогда в декабре большие социологические исследования. Прошёл всё Белоруссия. Тогда, конечно, все были в трансе, не знали, как дальше жить. И СНГ – это был очень правильный проект, который помогал сохранить те связи, которые были между бывшими союзными республиками. Потом прошло 25 лет. 25 лет сложных, трудных. Но казалось, что Республика Беларусь – это самая стабильная республика. У нас за всё время не пролилась ни одна капля крови межнациональных, межконфессиональных конфликтов. У нас очень мудрое руководство, которое пытается решать все эти проблемы, решает успешно. Посмотрите, пожалуйста, что сейчас творится у наших западных социдей в Беларуси. Ничего подобного нет. Поэтому тот путь, который прошла Беларусь за 25 лет – это очень удачный, эффективный путь. И люди это прекрасно понимают. Другого пути сейчас быть не может. Тем более, что Беларусь как сильная республика состоялась, независимое государство. И сегодня уже практически никто не ставит такой вопрос, что Республике Беларусь как независимое государство быть не может. Вот давайте как раз об этом поговорим. 25 лет назад, ведь для начала, прежде чем стать независимыми, людям предложили на референдуме решить, всё-таки сохранить Советский Союз, либо упразднять его. И большинство проголосовали за Советский Союз. После так получилось, что независимость настала. И вот восприятие независимости как ценности тогда, 25 лет назад и сегодня. Вот насколько принципиально они? Тогда Беларусь просто-напросто не думала об этом, а независимое просто не думала. Сегодня, я ещё раз подчеркиваю, сегодня, когда мы спрашиваем у наших респондентов, то уже никто не может представить, что Республики Беларусь как независимое государство не будет. Мы задавали вопрос нашим респондентам в отношении к нынешней Беларуси. Они заявляют, что Беларусь как независимое государство состоялась, что у Беларуси прекрасные перспективы. И никакие эти внешние и внутренние враги, никакие кризисы нам не дадут, не собьют с этого пути. Мы будем нормально развиваться и очень многое зависит от нас и от беларусов. И в целом они это прекрасно понимают и делают всё, что Беларусь было бы независимым государством и дальше успешно развивалось. Это однозначно. Мы, по крайней мере, сколько не проводим исследований, сейчас проводили исследование, которое касается именно юбилея СНГ, и там это тоже прозвучало. Игорь Васильевич, смотрите, 25 лет без Союза, это в то же время и 25 лет СНГ в обществе, и у нас, и, например, за пределами. То есть в рамках СНГ какое отношение к этой интеграционной структуре? Положительное. Причём действительно очень положительное отношение, потому что, обратите внимание, сегодня во всём мире идёт интеграция. Евросоюз. Это, будем так говорить, это Советский Союз, только с другой идеологией. И поэтому сегодня, сегодня вот этот интеграционный процесс на территории СНГ постоянно идёт. Сегодня жители Беларуси говорят о том, несмотря на то, что в СНГ есть какие-то проблемы, проблемы существенные, не все проблемы решаются. Начиная между отношениями между различными государствами, они утверждают то, что действительно нашим руководителям необходимо более эффективно работать в этом направлении. О чём и сказал наш президент во время саммита в Бишкеке. Он очень чётко указал и на положительные, и на отрицательные моменты. И самое главное, что действительно, даже с того времени и то есть существенная положительность двигателя. Хотя проблем много. Если всё-таки на языке цифр, может быть, есть какие-то данные, которые бы вы хотели сегодня привести? Не, ну данных много. Например, вот мы спросили, как вы считаете, вступление Беларуси в СНГ влияет как на экономическое и социальное развитие? Позитивно 16,2. Скорее позитивно, чем негативно, 32,6. И обратите внимание, скорее негативно, чем позитивно, только 3,8. Ну вот подтверждает ваше слово о том, что достаточно позитивно воспринимается. Социологи говорят языком своего народа, наших респондентов, в которых мы берём постоянное интервью. Спасибо, Игорь Васильевич, что в наши время заглянули сегодня к нам. Четверти века без Союза и в 25 годах с независимым государством на языке цифр нам рассказал директор Института социологии Национальной Академии Наук Игорь Котлеров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!